МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Мазыр по Днепре и Припяти доставили частку реактора для НПЗ. Надо ходить холоды, а тепление в жилевом фонде региона начнут уключать в ближайшие дни. Кветки, подзяки, веншаванни. Сегодня в Гомеле прошел рашистый сход, промеркованный до Дня наставника. А зараз об этом и иншим больше потребуется. Центр выбор камы опубликовал список кандидатов в состав Совета Республики. Шесть кандидатов от нашего региона беспартийные. Старшиня областной организации Товариства Чарованного Крыжа Алла Смоляк заявляется членом Компартии. Улику вылучшенцев так само мастерский керавник Народного цирка им. Валерия Абеля, Палаца культуры Костюковка Татьяна Абель. Загадчик отделения микрохирургии ВОКа номер один Гомельской областной больницы Владимир Катович. Старшиня областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, директор Саугаса комбината ЗАРа Олег Сленько, колонный редактор газеты «Свободное слово» Андрей Шишкин и начальник Гомельской мытни Феликс Яшков. Амали 80 миллионов долларов. На такую сумму предприемству Гомельской области подписали коммерциные контракты с украинскими партнерами на другом форуме региона Беларуси и Украины Ужитомиры. У приватности Гомельский химичный завод заключил меморандум об супрацовнести с предприемством Кернел Трейд. Документ, продуглеживая взаимоденню от процесса технологий в творчестве удобрения и выращивания сельско-господарских культур с удобрениями химзавода. БМЗ подписал погоднение о поставках металлопродукции с товариством «Премьеры». Даже сейчас Жлобинское предприемство занимает ведущую позицию сярод поставщиков металлокорда на украинский рынок. Еще одно предприемство региона Мелковита заключило долготерминовый договор с товариством «Молтрейд Украина». Документ, продуглеживая поставку всей линейки гомельской продукции. До других тем. Завершаются работы по строительству нового моста про 40 СОЖ на трассе М8Е-95 межа Российской Федерации, Витебский, Гомель, межа Украины. Как ждет, рух автомобильного и грузового транспорта по им будет открытый 7 листопада. Сегодня на объекте побывали наши корреспонденты. Об тем, что старый мост на этой трассе будет закрытый, стало ведомо на начале прошлого года. В начале по им забронили рух грузового транспорта, а с конца жилья – автомобильного. На початку 1980-х у Беларуси побудовали пять мостов такой конструкции с несущими стальными канатами. И практически усеяны, зараз признаны аварийными. Новый мост над СОЖ практически готовы. По усиляким выпадку основные, самые складанные работы уже завершены. Самая сложная часть, ну тут в принципе все самое сложное. Это и вылезти из земли, то есть возвести опоры, фундамент сделать. Также это и сборка металлического предостроения, его надвижка. Очень сложно, то есть. И самый сложный процесс – это опускание на опорной части, то есть этого всего моста. Ну, дальше это дело техники. Довжиня Нового моста коля 550 метров. Агульная площа – амаль 6900 квадратных метров. Для поравнания площа стандартного футбольного поля крыху больше, как 4000. И таки факт. Для будовництва моста спотребилася 2700 тонн металличных конструкций. Заходячи из развлеков специалистов, он повинен прослужить не меньше, как 100 годов. Открытье для руху транспорту заплановано на 7 листопада. Пришим, размова идти, минавито, об открытии руху, а не сдачи усяго объекта. Уведение его в эксплуатацию отбудется у 2021 годе. По проекте, який зараз распрасовывается, необходно будет разбурыць старый мост и на его месте побудовать новую, больш надзейную конструкцию. Каб завершить запланованное, вызнашенный термин, зараз двойче на тыдень тут проходит посаджение штаба. Специалисты подводят выники зробленного и удокладняют оперативные планы. Идет устройство гидроизоляции и готовимся к укладке асфальта. Отсыпаются насыпи на подходе к мосту. Значит, планируем пропустить движение 7 ноября. Мост нужно покрасить, это сезонные работы, устроить строй направляющие дамбы. Ну, это основное, что осталось по мосту сделать. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания Гомель. Судно белорусского рожного пароходства доставило на пришел Мазырского НПЗ верхнюю участку реактора установки каталитичного крекингу массой больше за 170 тонн. Обсталявание довженею 22 метра, ширинею 5 метров и амаль 5,5 метров в вышиню. И оно заменит аппараты, эксплуатация яких за высокой ступени физического взносу стала неэффективной и небеспечной. Обсталявание было отгружено на специальное судно в итальянском порте Артона в Адриатичном море. Праз пролил Босфор, судно зашло в Черное море, затем в Херсонском порте груз переместили на рожную баржу, на якой по дням при Припяти доставили до заводского причала. Замена верхней участки реактора Р-2001 дать максимум повысить эффективность и надеянность работы установки. Завтра жилевый фонд Гомеля почнуть подключать до оттепления. С пошаткой потепляются батареи в домах Центрального, Новобелецкого и Шастки Чигуношного района. Пятого кострышника оттепление уклюшить в Советском районе и завершить его подачу у Чигуношной. Что тышится району в области рожения об старте оттепляльного сезона, будут принимать мясовые органы улады, в зависимости от среднесуточной температуры. В ближайшие дни джинная температура не перевысит 11 градусов тепла. Ночная будет вагаться от нуля до плюс восьми. Надыходящие холоды делают, как никогда, актуальным вопросом пожарной безопасности. За 9 месяцев в этой годы на территории Гомельской области отбылось 112 пожаров по причине несправности пешного оттепления. У них два человека загинули. Перед наступлением холодов сотрудники МНС проводят профилактические мероприемства. Наши корреспонденты отправились в рейд с инспекторами. Работу у Весцы Поляна Гомельского района инспекторы начинают с улицы Луговой. Ее же хоров ротовальники наведывали у Жнивни. В доме, где проживает одинокий пожилый мужчина, выявили отсутствие припечного листа. Больше порушений не было. Супрозовники МНС вырешили допомогать человеку и выправить недохоб. В доме на супрозь гражданка, которая сюда приезжает на дачу. Подчас разумов с инспекторами рассказывают, что печкой користается в холодный час года. За ее станом сочисть регулярно наймает работников, как прочистили трубы и подлатали расколены. В наступных двух домах ситуация не настолько добрая. Весь в этом доме проживает одинокая женщина с порушением слыху. Дом находится в жалостном стане, а у дворы лежат горы дошек. Если раптом отбудется у сгорания, мощного пожара подбегнуть. Но вратце удастся. В ходе нашего рейда нами выявлено домовладение по внешним признакам, которое требует нашего пристального контроля. И сегодня мы проинформируем местные исполнительные распорядительные органы, местные ручьи СРУВД о том, что необходимо срочно смотровой комиссии посетить данное домовладение и оказать помощь одиноко проживающей гражданке, по сведениям соседей. Накировываемся в соседний дом. Тут великая пожарная нагрузка на печь, а повещальник отсутничает. А на припечном листе лежат горы паперы и упаковочных материалов. Коли трапить искра, пожару не позбегнуть. Однако есть установочный момент. Мужчина сочет за станом печи, регулярно реставруя ее. Колистия узвел ее своими руками. Итак, в ходе сегодняшнего рейда акцент был сделан на Чонковский сельский совет. Мы постарались обойти максимальное количество домовладений. Хочется отметить, что имеются нарушения правил пожарной безопасности. Некоторые нарушения были устранены в ходе рейда, даны рекомендации. Но в целом печи к отопительному сезону у граждан готовы. Граждане относятся с вниманием к печному отоплению. И видно, что люди заинтересованы в собственной безопасности. При подрыхтовке до зимы у Гомельской области обследовали 70 тысяч домовладений с печным отоплением. Под час проверок недохопы выявлены больше, чем у трех тысячах из их. По каждому факту приняты конкретные меры. Унесены рекомендации, накирована информация родным владельникам жилья, а так же организациям по опошним местам працы. До речи, в качестве государственной адресной допомоги на ремонт печи местовые органы влады выделили гражданам больше как 32 тысячи рублей. Нагрудные знаки Галинового министерства, выдатник эдукации, гоноровые грамоты облвыконками и областного совета депутатов. Занесение в книгу наставницкой славы региона. Сегодня в Гомеле прошло областное свято, присвященное Дню наставника. С его отделниками встретились наши корреспонденты. Областный сход наставников, его отделники характеризуют одним словом – команда. Профессионализм, здольность худко выращать задачи, креативность, терпение и готовность допомогчим. Коли такие якости уластивые наставников Гомельской области, они, за правдой, мощная дружина однодумцев. Выники работы коллектива, перемоги в учнях на престижных международных конкурсах и споборництвах и абсолютная перемога Гомельской области в республиканском рейтинге по вынниках централизованного тестирования. Задача учителя – чтобы ученик превзошел учитель. Это основная цель и задача любого педагога, который связан с образовательной деятельностью. Потому что в задачу педагога входит не только подготовить учащегося, дать ему знания, умения, навыки, но и воспитать, в первую очередь, гражданина своего государства. День наставника – одно из нешматликих профессийных святов, какое означает уся краина. Урочистый сход – это первый за все ушинование лепших-злепших. Нагрудные знаки Галинового министерства выдатника дукации, директору Мазырского детского дома Ирине Вишневской и наставницы математики Брылевской средней школы Гомельского района Наталья Сялюк. Генеровые грамоты Абл-Выконкама и областного совета депутатов, четыром педагогам в области и одна из самых престижных узнагород. Прозвище Сергея Порошина, який шмат году отдал работе у Галине, уносится в областную книгу наставницкой славы с уручением знака «Поспех, угодность, отданность». Потом он признается. У его шмат разных узнагород, але это самая высокая оценка его деятельности. Хоть только официйными отзнаками свята, присвеченная Дню наставника, не обмяжовывается. На сцену выходит заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Але перед тем, как почать спевать, она звертается до наставников. С праздником, дорогие друзья! Всегда молодые! Всегда красивые! Всегда в строю! Оставайтесь такими! Будьте счастливы! Завтра у Дельники свята снова начнут занятки у своих навучальных установок. Сегодня только у школах региона навучается маль 156 тысяч человек. Виншовать своих педагогов будут и навученцы средних, специальных и высшайших навучальных установок. Улучшить это совсем непросто. Але, коли все отрымливается, большего счастья не бывает. Даже когда летние каникулы у детей, то есть они уехали, может быть, по домам, кто-то куда-то отдыхать, и у тебя день рождения летом в июле, и они звонят и говорят такие слова, что просто понимаешь, что это на самом деле есть счастье. Олег Сентюром, Арина Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра у Беларуси стартует перепис насельництва. Пройти его можно трима способами. Самостоянно в интернете, на стационарном участке, альбо шакать дома визиту переписчика. У каждого из них дарыши повинно быть посвечение, брендированная сумка с символикой переписов и планшет. В середнем на заполнение одной анкеты спотребится каля пяти хвилин. На перепису в интернете необходимо крыху больше часу. Но такой способ имеет несколько первых. Головная максимальность с 4 по 18 костричника пройти процедуру в любой час и в любом месте при наявности техники. Максимальная колькость пытаний, на которые придется отказать, 49. Их может быть меньше в случае, если на некоторые отказываешь от мовна, тогда не изъявляются в докладнении. Задать пытания, связанные с переписом, можно по одним доведочным номерам 8 801 100 31 31. Жехару нашего региона так само могут проконсультовать по телефону 21 10 03. В регионе протягивается визит российских журналистов и блогеров. Для представников СМИ подрихтована насыщенная программа. Удельники пресс-тура знакомятся с промысловым, сельско-господаршим, культурным и туристичным потенциалом региона. Сегодня они побывали в Мазырском районе. Ознайомились с деятельностью саугаса комбината «Зара», середней школы номер 16 и наведали музей под открытым небом «Мазырский замок». Завтра журналисты отправятся в Центр радиоцинной медицины и экологии человека, а так само в Ветковский музей старообразництва. Доброшенный марафон «Усе фарбы життя для тебя» сбирают сродки, как допомогли батькам маленького Руслана Варушина. Двухгадовому хлопчику с ветки потребуется лечение, якою каштует 120 тысяч евро. У детяти диагностовали онкологичное захворование, саркому нырки, змогчимостью проникнения метастаза у иншие органы. Литерально за опошние три месяца життя семьи Варушиных целком изменилось. Хоть с пошаткой они и не подозревали, что их сыну треба будет пройти столько выпробований. Это все произошло очень внезапно. Буквально в июле месяце он играл и упал со стула. И родители заметили припухлость. Они думали, что это гематома. Естественно, в этот же день прямо поехали срочно к хирургу. Хирург обследовал ребенка на скорой помощи. Сразу повезли его в Боровлянах. Ему делали химиотерапию. Химиотерапии были бесполезны, скажем так. Было принято решение сделать срочную операцию. Ему удалили половину почки и надпочечник. После чего ему, естественно, был уже поставлен диагноз саркомы. Принять хлопчика погодилась немецкая клиника. Попередний кошт за лишение Руслана складал 65 тысяч евро. Однако по выниках обследования ему поставили третью стадию захворования. Изменили протокол. Зараз необходная сумма повелишилась практически удвоя. Родные сябры смогли собрать крыху больш за полову. Отправить сумму на лишение Руслана можно одним со способов, которые вы сейчас видите на экране. До сбора сродков долучился Белорусский Республиканский Союз молодцы. Волонтеры звертаются за охверованиями до предприемств в области. На этой мыте накированы и доброчный концерт. На закликах до помощи отгукнулись не только гомельские артисты, но и зорки из всей страны. Усе сродки от продажи квит-копера лишить на доброчинный рахунок. Белорусские артисты, на самом деле, они очень отзывчивые. И таких концертов становится все больше и больше. Поэтому это уже, наверное, какая-то норма. Просто когда звонят и просят о помощи, приехать, спеть. Мы не только вот как-то идет сбор средств. Мы, наверное, еще немножко артисты приезжаем для того, чтобы вдохновить. Показать, что мы большая команда, нет равнодушных людей. И мы готовы прийти на помощь, спеть, поддержать. Нагадаем, что доброчный марафон «Усе фарбы життя для тебя» – визитная картка волонтерского руху БРСМ «Доброе сердце». Уже 10 годов активисты молодежной организации допомагают сбирать гроши на ляжение детей. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу. www.tevergomil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. В Петрикове горела комната в общежитии по улице Гоголя. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что из окна блока, расположенного на первом этаже, идет дым. 28-летняя проживающая находится в отпуске по беременности и родам. Соседями характеризуется положительно. Спасатели ликвидировали пожар. В результате поврежден натяжной потолок, диван и другое имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Вчера в Жлобинском районе горела солома. Сообщение о пожаре в деревне Ректа поступило в дежурную службу около 13 часов. Возгорание ликвидировали спасатели. В результате пожара уничтожено более 3,5 тонн соломы нового укоса. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. В Речице по отпечаткам пальцев вычислили велосипедного вора. В дежурную часть районного УВД сообщили о краже двух велосипедов из подъезда. Подозреваемых сразу не выявили. Однако во время осмотра места происшествия на трубе был обнаружен след пальца руки. Оказалось, он принадлежит ранее судимому жителю Речицы. Правоохранители задержали подозреваемых. У одного из них по месту жительства было найдено похищенное имущество. Не хватало на выпивку, поэтому решил продать тротиловую шашку. 64-летний мазырянин за 2 рубля предлагал взрывоопасный заряд случайным прохожим. Сообщение о том, что пожилой мужчина предлагает купить у него тротил, поступило вчера в милицию Мозыря. Оперативники уголовного розыска выехали на место и установили продавца. Им оказался злоупотребляющий спиртный местный житель, которому не хватило денег на выпивку. Как выяснилось в ходе опроса, мужчина уже продал тротиловую шашку весом 400 граммов и электродетонатор за 2 рубля. 45-летнего покупателя также оперативно установили, опросили и нашли у него взрывоопасное приобретение. Как пояснил продавец, тротил он унаследовал от умершего брата, который много лет назад работал буровиком. Согласно заключению эксперта, вещество оказалось пригодным для производства взрыва. Теперь мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы. У ВД администрации Новобелецкого района Гомеля устанавливается личность велосипедиста. 18 августа этого года в 11 утра мужчина, проезжая по тротуару возле дома номер 30 по улице Ильича, совершил наезд на женщину пенсионного возраста. Она упала и получила телесные повреждения. Приметы мужчины на вид 20-25 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, был одет в спортивный костюм, велосипед черного цвета с толстыми покрышками. Если вы узнали данного гражданина или владеете информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам, указанным на экране. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сегодня завершаются очередные поединки экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Гомель борется за победу в гостях у Динамо Молодечно, а Металлург принимает на своей площадке Шахтер. Следующие матчи экстралиги назначены на 5 октября. В субботу первыми на лед выйдут Металлург и Динамо Молодечно. Отметим, вброс шайбы произойдет в 13.00, а не в 17.00, как планировалось. Следом за представителями Жлобина и Молодечно на лед выйдут хоккейный клуб Гомель и Шахтер. Начало матча в 17.00. Завтра стартуют поединки 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Первым в расписании шел поединок Минского торпеда и Мозырской слави, однако столичная команда прекратила свое выступление в высшей лиге нашей страны и в этой встрече у Мозырян техническая победа. 3.00. Второй представитель области футбольный клуб Гомель закроет своим матчем 24-й тур. На своей площадке зелено-белые примут Могилевский Дняпро. Прошли очередные встречи мужского и женского чемпионата в Беларуси по гандболу. Мужская команда Гомеля боролась за победу в гостях у Гродненского Кронена. Гомельчане уступили хозяевам матча всего один мяч. Поединок закончился со счетом 25-24. Самым эффективным игроком стал правый угловой Дмитрий Смоликов. На его счету 9 заброшенных мячей. А вот женская команда Гомеля порадовала своих болельщиков крупной победой. На своем поле гомельчанки принимали Березину после финального свистка на табло горели цифры 40-29. Самые результативные гандболистки Анастасия Петренко и Наталья Стрюкова. На их счету по 6 заброшенных мячей. Кубок Гомельской области по воркауту пройдет в эти выходные. Лучшие спортсмены региона соберутся в областном центре. В программе подтягивания на турнике с весом 24 килограмма и отжимания на брусьях с весом 32 килограмма. Покажут свои навыки спортсмены и в самой зрелищной части – индивидуальном фристайле. Пройдет мероприятие на площадке средней школы номер 45, старт в 11.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»